В этом замечательном актовом зале в районе Федерального университета имени первого президента России Борисия Николаевича Лейтсина. У нас, как обычно, праздник в конце декабря. Мы, как и весь мир, встречаем Рождество. Сегодня мы делаем это, как всегда, необычно. У нас сегодня весь наш вечер будет посвящен традициям. Вот у вас есть какие-то традиции семейные на Рождество? У нас, к примеру, есть... Мы проводим, участвуем в благотворительном спектакле в церкви на Рождество. А какие традиции есть у вас? Кто-нибудь может поделиться? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто хочет поделиться? Есть. У нас есть. Это у нас Никифорова Александра. Каждый Новый год мы отправляем всей семье, живущей в разных странах, к открытке. Замечательно. Это действительно настоящий праздник, особенно для тех, кто получает. И вот, в связи с этим, у меня есть вам большая-большая просьба. У вас у всех есть на руках ваши замечательные сотовые телефоны. И, конечно же, ваши родные и близкие, по одоброй традиции, хотят весь вечер вам дозвониться. И вот, чтобы вам было комфортно в нашем замечательном зале, вы, пожалуйста, отключите ваши мобильные телефоны или поставьте их в небеззвучный режим. Мы не хотим, чтобы этот праздник был в замечательных звуках миди-формата, подпольку и еще какой-то. Сегодня вы услышите очень много разных песен, которые посвящены Рождеству. И, кстати, открою небольшой секрет, нет только Рождества. У нас сегодня необычный концерт. И перед тем, как мы начнем, я хочу представить и пригласить сюда, у нас сегодня есть уважаемый гость. Это советник, преректора ТВС-федерального университета, глубоко уважаемый Владимир Евгеньевич Третьяков. От эректора нашего университета хотелось бы поздравить вас выступающим в новом году. И так же, как к университету в ближайшее время приближается столетие, так и к нашему прекрасному хору приближается 49 лет в этом выступающем году. Счастья вам в новом году, успехов, удачи и спасибо песни. Спасибо тем, кто любит песни. Да здравствует наша песня. Сегодня, как пророчественный вечер, мы отмечаем 45-летие, а вот на следующий год, если вы посетите нас, или весной, или осенью, об этом мы чуть-чуть сообщим позже, ансамблю старинной музыки Харан будет ни больше, ни меньше, а 50 лет. И вот сейчас мы уже практически готовы, и я сюда хочу пригласить наших ведущих. Это будет у нас Алина Макарова и Игорь Брохин. Они сегодня будут вести у нас концерт. А сейчас мы на сцену приглашаем народный коллектив «Луэт» международных всероссийских конкурсов и фестивалей, ансамбль старинной музыки Харан. В октябре коллектив принял участие в международном фестивале и конкурсе «Грузия» и «Сталария Джорджия», и здесь занял первое место среди номинартов, получил его в первой степени. Номинация «Академический конкурс» – «Академический конкурс». Тоже от меня поздравление, потому что ребята действительно молодцы, очень много сил вкладывают в музыку, в занятия, вообще в распространение нашей здоровой и хоровой культуры. Итак, Алина Макарова, Игорь Прохин. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Встреча Рождества – это очень ответственное дело. Весь мир заранее готовится к этому празднику. Сегодня на календаре уже 26 декабря, и большая часть планеты уже во всем поздравляют друг друга, взрывают фейерверки и дарят друг другу подарки. А мы с вами сделаем вид, что Рождество только спешит постучаться в нашу дверь. Чтобы скрасить ожидания праздника, можно завести себе от этого календаря. Это не такая большая коробочка, очень красивая, с 24-ми окошечками, в которых находятся, как правило, подарки. Особенно сладости я люблю. Так что каждое окошечко символизирует, сколько дней осталось дождества. Харал не из тех, кто любит ждать, поедая конфеты. И чем же он занят в преддверии праздника? Отправляется в кругосветное путешествие на поиски рождественских традиций. Спасибо. 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 Спасибо.